Здрасте. Здравствуйте. Думаю, как бы этот свет нахимичить, чтобы он мне прям в лицо светил, что мне прям, как, знаете, блин на масляное лицо отражало свет. Ладно. А, лайк? Куда за что? Чем я уже успела заслужить ваши лайки? Купите мне круговой модный свет, пожалуйста, чтобы я снимала эфиры и не знала печали, чтобы не сидеть вот так. Сука. Не знаю, что мне сделать с светом. Моя настольная лампа меня уже убивает. Мне кажется, я от нее получаю света больше, чем от солнца в Красноярске. Не могу выключить, тогда будет слишком темно. То есть будет вот так. И весь задний фон будет освещен, а вот мое лицо не будет. Ну, типа так будет вообще ничего не видно. Я обычно включаю комп дополнительно, чтобы мне прямо еще снизу светило и сверху светило. Но комп мне включать лень. Поэтому живем, как живем. Что вам рассказать интересное? Такое, что бы вам хотелось послушать? Недавно, я придумала, что рассказать только что. Недавно посмотрела... Да, да, вот раньше были времена. Тогда это, конечно, зеленые полосы, отвратительный свет. Мечта любого зрителя в перископе. Так вот, о чем я. Недавно посмотрела видос, где один тиктокер, хотя ему это не нравится, когда он зовут тиктокером, рассказал про свое отношение к ЛГБТ, геям, ну и прочему. Вот это вот, вот это вот все. Сообществу. Он сказал, что он бы всех их расстрелял. И что такие люди недостойны жить. Да, черно-белое же было. Но оно было не черно-белое, там были цвета смещены, и из-за этого зеленая полоса была, соответственно. Так вот, про этого тиктокера. Посмотрела я его интервью на канале Пушка. Кто не знает этот канал, то этот канал занимается тем, что выпускает всякие интервьюшки с блогерами, крупными и не очень. Ну, я бы не сказала, что он прям сильно крупный. Да, никто никого не расстреляет, боже. Ну, просто я не помню, как его зовут. Если честно, я вообще не запомнила настолько неинтересный персонаж. Просто эфир, ой, эфир, что? Видео идет около 30 минут с ним. Интервью я посмотрела все 30. Потому что эта тема мне очень понравилась. Короче, 30 минут просто он нес хуйню. А Андрей Петров, эпатажный Андрей Петров, который открытый гей там, ну, губы там красят ногти у него. Губы, губы что? Ногти красят, губы накаченные. Ну, знаете, Андрей Петров, господи, тот, кто снимает хорошие такие, ну, раньше были хорошие обзоры на косметику. Сейчас не смотрю его давно уже. И странно, что эпатажный Андрей Петров оказался много адекватнее, чем этот пацан. Было как-то даже необычно смотреть такое видео. Ну, в целом, не рекомендую смотреть. Просто если вы слушаете об этом пацане, то пролесните, потому что вы уже о нем все знаете. Я вам рассказала. Петров звучит как демон. Да почему? Да он нормальный. Если не пытается строить из себя кого-то, в принципе, его даже смотреть можно. Реально, блядь. Его, кстати, называют нацистом. В каких-то там... Алена Веном, это блогерша тоже на ютубе, называла его нацистом этого пацана. За такие выражения. А, теперь другой Петров. Ну, может быть. Вот такие веселые блогеры. Ну нет, Петров реально нормальный. Просто он очень эпатажный и любит внимание. Здравствуйте, Дмитрий. Кстати, Алексей с вами не поздоровался отдельно. Здравствуйте, Алексей. Это как традиция уже. Не будем себя изменять. Надо сделать ноготочки. Не смотрите на мои руки. Почему тебя выкинули с инсты? Кстати, этого пацана заблочили и в тиктоке, и в инсте за его очень экстраординарные выражения. Инсты топят за толерантность. Да, за нарушение норм сообщества. Ну, это правильно, типа, в каком-то... Лишь бы его не разблочили. Ой, на мои руки нельзя смотреть, потому что у меня отросшие уродские ногти. Завтра переделаю. Покажу. Как обычно. Единственное, что происходит в моей жизни, это раз в месяц ей это делать ногти. Стабильность признает мастерство. О, Господи. Ты все еще здесь? Ёб твою мать. Я тебя, по-моему, на всю жизнь запомню. Не прибедняйся. Да ладно вам. Я серьезно. Чистая правда. Так себе у тебя мотивация. Потому что днями и ночами я уж точно ничего не выкладываю. Бываю там иногда площадь, до хрена, всякого говна, но это скорее исключение из правил, нежели чем постоянное действие. Ну, типа, я говорила, что я постоянно пытаюсь от инсты отойти, но сейчас я почему-то решила, что инсты опять мне очень нужна, что там мои фотографии. Господи, блядь, не знаю я, куда эту инстустью уже засунуть. Бросить не могу, но выкладывать что-то часто, в принципе, не хочется. Отписывайтесь, надо. А вообще, кстати, я тут недавно смотрела инстаграм одной из своих знакомых, с которой мы знакомы очень давно. Мы познакомились еще в твиттере. Очень давно, наверное, в году еще 2014 или 2013, я точно не помню. Ну, то есть мои первые годы в твиттере, и недавно она познакомилась с парнем, они начали встречаться, я была очень за нее рада, потому что она долго не могла снять эти парня. А сейчас она постит постоянно этого парня, ее по твоей мати, блядь. Я будто живу с ними в одной хате, и мы втроем спим в одной кровати, потому что она снимает истории с их, ну, типа, утром вместе. И я такая смотрю просто, зачем мне это? Ча, I wish I understood your language. Молодец. Поздравляем вам. Это, это просто, для меня это как бы переход какой-то личной жизни в стадию публичности. Конечно, мне объяснили, что некоторые парни топят за то, чтобы их девушки выкладывали в подобном ключе 24 на 7, как будто они помечают территорию. Но я считаю, что это как-то, блядь, чересчур. Потому что я захожу с утра в ленту, я хочу увидеть красивых моделей там, утро, бодипозитивщицы какой-нибудь. Ладно, я не подписана на бодипозитивных женщин, но, типа, не знаю, ну вы поняли. А я вижу, как маленькая девочка кусает руку своего парня. Нахуя так делать? Типа, ничего не имею против. Кусаетесь на здоровье, но не в инстаграме, не в моей ленте. Оставьте это говно где-нибудь в своей жизни. Ну не то, что весь город, ну, блядь, ну, нахуй так делать? Эх, девки, блядь. Понаходят все парни, а потом с ума сходят и ссутся от радости каждый шаг. Что в этом особенного? Таких парней у многих, знаете, вот так вот на пальцах не сосчитать. Каждый месяц новый. И тоже выкладывают. Да, 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 я просто завидую, да, да, конечно. Каждый день я выкладывала такое, чтобы все видели. О, да, контент для взрослых. Вообще я начала замечать, что мне очень тяжело отдаётся общение с каким-то новым поколением. Не знаю, как это видно, но я очень редко общаюсь с людьми, которые младше меня прямо, ну, даже на пару лет, возможно. То есть я сейчас в интернете, что в интернете, в универе общаюсь с немного старшим поколением. Ну, будет, наверное, в нашем возрасте. Так вот, я очень редко общаюсь с маленькими людьми, но когда общаюсь, это общение даётся мне очень тяжело. Ну, я не думаю, что ли, думают, что мне 35, хотя бы 26, но не 35. Не знаю, блядь. Ну, Петров никому не мешает тем, что он красится. Ну, Петров не выкладывает свою личную жизнь. То есть Петров, вот, между прочим, реально никогда в жизни свою личную жизнь никуда не выкладывал. Никогда. Он рассказывал что-то, типа, да, я помню, у него были какие-то видосы каменкаута, я уже от него тогда отписалась. Я пошла за помадой. Ни хера там не видно. Мои уродские пальцы. Короче, помада Vivienne Sabo в оттенке 216. Мазала чуть-чуть. Так, для души. И добивала карандашом, по-моему, тоже Vivienne Sabo. Красный оттенок, не помню. А, да, помешала мне эта баба, да, помешала, я от нее скоро отпишусь. Вторая трансферия. Я на много кого подписана. Ну, сори. Ну, типа, чего это продолжать? Я так вкинула и ушла. Хватит, пожалуйста. Вот так вот. Сори, або. Ладно, давайте о чем-нибудь поговорим, раз уж я здесь. Мне иногда, знаете, так кажется, что я стала редко снимать эфиры, когда я перестала снимать их каждый день. Вроде не редко снимаю, но все равно. Кажется, будто я живу реальной жизнью. Звучит отвратительно, неприятно. А у меня нет помады на зубах. Она, типа, не могла там остаться, потому что я не настолько сильно красила губы активно, чтобы покрасить еще и зубы. Возможно, у меня просто желтые зубы. Откуда вам знать? Мы же буквально не знакомы в жизни. Может, у меня такие зубы и есть. Ага. И что? Что случилось? Это была шутка, Алексей. Это была шутка. Я не поняла ваши комментарии, Дмитрий. Ну, да ладно. Окей. Понятно. Что-то я хотела сказать, забыла, что. А, недавно купила себе подписку на музыку в ВК. Охренеть! Слушать музыку можно еще и без рекламы. А я уже даже не знаю, что это. Без тормозов, вау. Вот ты дура, конечно. Да, я купила студенческую подписку. За половину цены от нормальной подписки, обычной, в смысле. Я попробовала. Ну, типа, это вау. За 75 рублей. Я решила, что я не обеднею, если не куплю себе однажды пожрать в один из дней. И что эти 70 рублей я лучше музыку буду месяц слушать, чем жрать один день. А, да. Этот, Луи Вагон, что-то такое, да? Вы проявили этот канал? Да, да, да. Хоть что-то мне дает студенческий билет в Красноярск. Вот в Москве там проезды подешевле для студентов у нас. В Красноярске для студентов подешевле нихуя. Кроме там, возможно, сходить один раз в эту Красноярскую... Какой-нибудь Красноярский музей и всё. Это единственные какие есть скидоны по студенческому билету. Оф, оф. Сколько же стоит у барахла? А, ну да, да. Ну и чё? Я раньше, кстати, смотрела этот канал, потом... Там сменилась ведущая и я отписалась. Потому что я смотрела только ради забавного говора ведущей. Она такая, типа, как хохлушка. Ну, не знаю. Ну, а ты попробуй в меди поработать. Норм, наверное, тема. Я сейчас даже... Блядь. Ладно. Я пока работать в меди не хочу. Вот начнутся циклы на четвёртом курсе. И тогда можно будет идти работать, потому что времени будет больше. И ты не будешь себя мотать по всем предметам, чтобы выучить всё на свете. Ты будешь учить стабильно один предмет какой-то определённый. Прямо вот так времени. И так как бы нормас. Я на втором. Как бы я всегда говорю, что на четвёртом курсе работать ок. На втором, третьем, когда идёт полная жопа и замес, работать... Ну, это только себе вредить. Ну... А на четвёртом курсе чего? Так я не говорю, что, типа, нет людей, которые не работают на моём курсе. Конечно, есть. Но я так не смогу. Я трезво оцениваю свои силы, возможности. Ну, я не могу так. Я прихожу после учёбы, я делаю домашку, заканчиваю в двенадцать и ложусь спать, чтобы встать в шесть утра. Может быть, летом. Скорее всего, летом иду поработаю. Надо бы. Надо бы. Когда тебе мама с папой не помогают и жрать, и не их жрать... Ну, это понятно. Но я говорю про себя, потому что я сейчас живу с родителями. И как бы идти работать... Да мне даже папа не разрешит идти работать, если это будет как бы вредить моей учёбе. А это будет вредить моей учёбе. О, вебкам. Классное предложение. Пойду, пойду, поработаю. Ну, кстати, не так уж время затратно. Вебкамчик. Сел, когда тебе удобно, там. Раскрыл. Цветочек. Зрителям. Всё, денежки в кармане. Это шутка, если что. Мы, кстати, недавно с моими знакомыми обсуждали вебкам о том, что это очень прибыльно. Потому что, короче, мы наткнулись на видос, где пара, как это корректно сказать, занимается... Ну, короче, половой акт происходит у них на камеру. И... Ну, да, 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 вот, вы поняли, молодцы. И я поняла, что... То есть они такие, знаете, типа, ну вот, занимаются этим делом. И они такие, вот скиньте нам определённую сумму, мы там покажем, ну, развернёмся по другим углам, чтобы вам было видно. Ну, видно, как бы, да, что это происходит, но самого, типа, по факту не видно, вот. Ну, вот, короче, сзади... Ну, вот лица их видно, а то, что там происходит, когда они это делают, не видно. Ну, вот, я подумала, что... Ну, типа, это выгодно, вы просто вечером идёте и делаете это на камеру. И приятно, и прибыльно. Лёгкие деньги. Да, до хрена. Да, они окружают нас повсюду. Но это востребовано, и это легко и просто, но... Что касается меня, то я считаю, что мне моральные принципы не позволят такое делать. Но кому-то норм не осуждаю. Каждый вертится как может. Ну, вот. Да, реально, если кто-то тебя спалит, то, ну, так у Васи будет. Особенно, если ты какой-нибудь учитель. Хотя, наверное, учителя такими и занимаются. Ну, хотя, кто знает. Я не могу быть уверена. А мне мой знакомый, кстати, сказал, что он мог бы на камеру, ну, позаниматься этим, если бы ему предложили. То есть за бабки. Если были бы нормальные бабки. Вот. Мой знакомый бы согласился. А вы как? Смогли бы по вебкамить разочек? Разочек. Подождем. Ну, да. Я ведела. Ну, может, кто согласился бы. Ну, хорошо. Ну, за пол... Ну, нет, полмиллиона, что-то много. Ну, за тысяч триста. Согласили бы? Да, даже если бы ты был не накачанный. Да, да. Вебкамить. Хотя бы разочек. Ага. Десять лямов. Кто тебе дает десять лямов, чувак? Ну, я так скидочку тянула. Ну, за пятьдесят тысяч я бы не согласился, мне кажется. Ну, видишь, Дмитрий, кто-то и за пару тысяч может. Кто-то, вон, согласен, другие делать вещи за деньги. А какое надо название? Вебкам? Представляю, что будет, если я буду делать такие названия. У тебя дорогие принципы, видимо, да? Вебкам или нищета? Опрос века. Вебкам или нищета? Надо в инсте захреначить такой опрос. Кстати, хорошая идея. Ну, у кого-то, да, такие, такое мнение, что это просто видео и деньги. Блин, ну, это реально, это очень легкие деньги. Если, тем более, ваше лицо никто не увидит, если вы просто, ну, типа, по пояс сниметесь, то... Чего, нет? Хорошо, Алексей, я сделаю. Какая моя тема в плане чего? Тема чего? Я уже говорила, что я ничего не имею против такого заработка в плане людей, которые этим занимаются. Я не осуждаю, что это деньги легкие, что это может быть востребовано, но я бы сама на это не согласилась. Потому что у меня есть моральные принципы. Ну, типа, каждый вертится, как хочет. Ну, типа, я же смотрю на то, что вы мужчины. Что у вас там повыше посмотреть. Я бы даже за миллион бы не согласилась, как бы. Может быть, и для души. Да, я хотела сказать именно эту фразу, но решила не говорить. Ну, да, на чём хочет. Привет, Антон. Как дела, Антон? Мы тут про вебкам говорим. Ну, очень мало кто в вебкам показывает лицо, мне кажется. Это, если показывают, то за охренительные деньги. Также, по-моему, вот есть определённые сайты, в которых это определяет... Ну, сами деньги, они идут не рублями, а какими-то там специальными... Короче, другой валютой, а не другая валюта. Не рублей, явно. Ну, хуй знает. Отличные показатели семьи. Хорошая, счастливая семья. Среднестатистическая девушка вебкамщица, мужик-наркоман. Ну, не наркоман, может, наркодилер. Там же... Дилеры же товар не пробуют, да? Так говорят. Нет. Ну, типа, с чего бы вдруг я бы согласилась, чтобы моё влагалище стало национальным достоянием? Да нет, спасибо. Я для себя-то вот с таким лицом раздеваюсь. А вы думаете, что я соглашусь это показывать миру? Вряд ли. Очень вряд ли. Это мне самооценка не позволит. Газпром. Мечты сбываются. Возможно. Возможно. Мне просто не показали этих денег. Ага. И что там было в этом эфире? Почему ты не отправляешь деньги мне? Я вроде тоже не раздеваюсь. Типа... Ну, да, возможно. Ну, типа, сексуальное воспитание детей имеет очень много тонкостей и аспектов, которые нужно соблюдать, но никто этого не делает. Да, это факт. Ты уже взрослый. Блядь. Почему ты вырос? Я смотрела видосы. Не помню, как зовут ютубера. На ютубе были видосы про сексуальное образование девочек и мальчиков от рождения до какого-то подросткового возраста. Я точно не помню. Посмотрите, если вы найдёте. И, насколько я помню, сексолог с фамилией Стрелецка, чё-то такое было. Честно, не помню точно, но... Видео длинное, на минут 30. Очень познавательное. Мне понравилось. Нет. Не вырасти, ты сам всё поймёт. Это немножко другое. Да. Классно. Ну, идите, гляньте. Что же вы тут время теряете? Ну, воспитание бывает разным. Что же вы так? Знаете, есть такой, типа, женский синдром, когда до первого полового акта девочки боятся мужчин. Как вы думаете, откуда же это вдруг пошло? Ну, наверное, из-за неправильного сексуального образования в детстве. Это я просто слышала, что есть такой синдром, которым многие страдают. Очень многие. Очень-очень многие. После первого не знаю, как будет. Я не думаю, что это, конечно, прям рукой снимает, но... Короче, не знаю. Я считаю, что в плане воспитания это очень важно. И мы зря не придаём этому такое большое значение. И, возможно, из-за этого столько проблем у детей. И не только у детей, а у людей, которые потом из детей вырастают. Можно, если ты обладаешь определёнными знаниями. Но, как показала вот эта трансляция, то многие не придают этому даже значения, что это важно, что это нужно. А это важно и нужно. Испугали, да. Да-да. Отличная фраза. Ну, посмотрите, кстати, видос. Типа, я серьёзно говорю. Это я не просто так сказала. Ну, не всегда доверяют. Знаете, я могу привести в пример свою знакомую, которая последние пару лет только занималась тем, что искала с кем поебаться. Ей было вообще плевать, кто это будет. Она просто хотела это сделать, потому что это сделали уже все в её окружении. Ни о каком доверии здесь вообще речи не шло. Ну, типа, на любителя. Не скажу, что прям уродина, но на любителя. Некоторым нравится, некоторым нет. Не знаю, не слежу за её личной жизнью, но наслышано, что был тот самый первый, который потом всем распиздел, что она стрёмная. Вот о таком доверии вы, наверное, говорите. Да, ну, каждый уже свои вкусы, как бы. Нельзя же говорить, что человек урод прям, ну, у всех свои реально вкусы. Вот такой вот первый раз. Поэтому нужно думать головой, а не пиздой. Как бы, типа, странно не звучало, все обычно говорят, что вот, мужики думают хуями. Поверьте, есть те, кто и со стороны женщин думает не головой. Антон, скобочки смешные. Странное просвещение. Странная традиция, странное предложение. Да, 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 Антон, да, да. Мне чуть не сказал, что мне восемнадцать, мне уже девятнадцать. Вау, надо сраться целый год. Ошиблась на целый год. Ну, да, бывает. Окей. Окей. Да, у меня сейчас сессия скоро начнется, ну, я пока зачетики хожу, получаю. Значит, там четыре предмета всего осталось, в которые нужно просто прийти и в определенный день поставить. Ну, вообще, у нас официально с тринадцатого числа. Ну, то есть сегодняшнего дня. Учусь я на врача-терапевта. Зачем это не важно, ну, важно, как бы, у нас в универе важен. Иначе тебя до сессии не допустят. Учительная профессия, вообще охуительная профессия, кайфую, нереально. Главное оставаться реалистом. Ну, а почему не сдашь? Не учил? Называет раз... Ну, я же не на кровати, как бы. Она, конечно, рядом, но я же не буквально на ней, поэтому зачем врать людям? Поэтому... Разговоры ни о чем. Ну, даже если Анриэл выучить, то сдавать-то все равно придется. Как дальше собрался сдавать? Ну, те, кто по целевому поступал, тех закидывают. Например, если ты идешь от целевого... Ну, от края целевое берешь. То есть от Красноярского... Например, если у нас брать от Минздрава Красноярского края, то тебя могут закинуть в любую деревню, в любое село Красноярского края. Но как бы, если ты, к примеру, бюджетник, то ты никому ничего не должен. Закончил, да закончил. Иди работать, куда хочешь. Правда, не факт, что тебя возьмут, а что ты кому-то нужен. Ну, попробовать-то можно. Тем более сейчас в ординатуру пробиться нереально, если ты просто закончил универс. Даже если ты закончил с красным дипломом, это уже становится нереально из-за нового закона, который подтвердили, который... Там определенная разболовка. Короче, поступят те, кто уже год в поликлинике отработал, если говорить кратко. Если отработал два года, так еще и в селе. Это просто вообще в шоколаде тебя невозможно переплюнуть. Неважно, писал ты там для этого статьи, научные работы, получил красный диплом. Всем насрать. Отработал в поликлинике, у тебя есть будущее в ординатуре. Удивительная система, похоже на говно. Ну, это такая, типа, замануха врачей в больницах, в поликлинике, в селах. Так живем. Ни одного врача? Ну, блядь, кто хочет работать в селе? Ну, камон. Ну, есть, конечно, типа... На самом деле, есть обходные пути целевого того же. Не поведусь ли я, я, скорее всего, пойду работать. После окончания вуза, если я хочу попасть в ординатуру, а я хочу, я пойду работать хотя бы на год, а лучше вообще на два. Но я пока не знаю, хочу ли я идти в ординатуру. Возможно, я остановлюсь на врачей-терапевте, но это пока не точно. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Ничего не хочешь? Зато, честно, себе не врешь. Это правильно. Ну, не знаю. Посмотрим. Да рано еще загадывать. Боже. Что делаешь? Эфир снимаю. Охуеть. Слишком еще долго учиться, чтобы загадывать, что будет через 6 лет. Да, попробую. Вот я вчера абсолютно точно не учила биохимию. Сегодня нормально, все сдала контрольную. Мне закрыли СИМАК. Ну, это был, конечно, не экзамен, но тоже нормально. Да, даже не делаю в детях. Ну, к примеру, вот если мы говорим про то же целевое, то там есть определенные лазейки, которые можно это целевое, так сказать, обнулить. Ну, типа, эти дети мне никуда не упадут в ординатуре. Я про то, что мне это ничего не даст. Никакие льготы, и все такое дети не дают. Да нет, такого, такое не случится. Силы на что? Сейчас, как бы, какие дни во время сессии, когда все уже свободное время, алло, оно есть. Понятно, что во время учебы тебя так задрачивают, что у тебя нет сил иногда даже куда-то выйти даже здесь выходной, но это вряд ли, как бы. Обычно я трачу свой выходной на домашку на следующую неделю. Веселые выходные. Не знаю, типа, мед это мед. Ну, я не могу сказать, что там легко охренеть учиться, но кому-то действительно легко мед дается, прям, я слышала, что у нас были такие в универе люди, которые читали один раз учебник по анатомии и могли рассказать его, ну, все, что прочитали. Я не понимаю, как. Это для меня какая-то вообще магия, дар свыше. Это незаконные таланты. сибирская. За шесть лет, ну, не за шесть, уже за четыре с половиной года может очень много что поменяться, да и в законодательстве, и в ардиантуре, поэтому я знаю. Ну, это правильно, что ты занимаешься любимым делом, но творчество это маленько другое. Нет, 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 ты не прав. Ты не прав. Даже вот мне сейчас анатомия очень нравится, но мне очень сложно упаковывать определенный пласт информации себе в голову, как бы мне анатомия не нравилась, это сложно. Это все равно труд, когда ты сидишь и надрачиваешь все вот это вот, когда у тебя в голове, когда после ты выучил всех тем, у тебя в голове на самом деле все выстраивается и кажется логичным, но к этому еще надо прийти и, типа, не все приходят. Не, везде так, и в медиа так тоже. Алексей, это я вам отвечаю. санитарь, санитарь, это тоже нормальная профессия. Я вот этим летом санитарила в больнице, был заебок. Ну, типа, работать именно даже санитаром, быть в медицинском учреждении, это для меня лично охренительный опыт, потому что я все равно смотрю на то, что делают врачи, что делают медсестры, как происходит взаимодействие с пациентами. Ну, мне кажется, это классно. Я не могу сказать, что я видела мертвых людей, прямо вот близко с лицом. Я видела на каталках, я видела их с закрытыми простынями, я видела в гробу на похоронах, но вот именно вот так я их не видела, поэтому, наверное, ответить точно и достоверно мне будет сложно, но, когда я видела вдалеке, то мне не казалось это страшно. Чего? Трупов? мы вообще с живыми людьми работаем в отделении. Сори, Сори, Слава, я больше не буду. Прелесть. Нет, не смотрела. Как начать аудиоконтакт? Здесь никак. Я не делаю здесь аудиоконтакт. Это я просто накрашена. Ладно, я не накрашена, это пиздёж. я снимаю под хорошим углом. А у меня контакт. Ну, типа, сейчас сессия почти. Есть свободные дни, когда я высыпаюсь. Обычно во время учёбы я выгляжу хуёво. Когда учить анатомию, комната с трупом без кожи, чтобы мышцы учить? Да, труп без кожи. Всё, ответ. Труп без кожи. Где-то без мышц бы разглядеть определённые структуры, к примеру, те же артерии, вены, нервы, многие. То есть либо мышцы поднимаются немножко, либо их прямо убирают специально в определённых участках. От порнографии по-моему, вообще-то мы не про порнографию разговаривали, а про рукам, это разные вещи. Мечтаешь делать ринопластику увеличить чём? Короче, раньше я очень любила свой огромный нос, потому что, ну, когда я обычно если реву, то он ещё больше становится, то есть наполовину моего ебальника, хотя он и так размером с моих глаз на них, но типа прямо о серьёзных хирургических вмешательствах я не думала никогда, тем более увеличить в себе что-то. Что мне увеличивать? Мне бы, блядь, скинуть что-нибудь. Можно я выйду? Нет, не можно. Спасибо, спасибо за комплименты, спасибо, спасибо, спасибо. Блядь, что, сука, пропадает без кожи, классно, сейчас бы сравнить человека с курицей. Соскучились по разговорам ни о чём, вот, пожалуйста, разговор ни о чём. В кунсткамере, кстати, я в Питере, мы когда ездили, мы должны были пойти в кунсткамеру, но мы в неё не попали. Не знаю, почему, но мы в неё не попали. Я не была в итоге, но я бы, наверное, хотела. Как я отношусь к модификациям тела? Любое тело это дело личного человека. Себя не хочу, других не осуждаю. Вот так я и отношусь. Ну, типа, во всём должна быть мера, когда ты накачиваешь огромные губы, это просто выглядит странно, но если тебе нравится, то это окей, но это всё же заболевание. Если ты прям перебарщишь у тебя активное желание постоянно что-то сделать с собой, это ненормально в плане психологии. Это надо тебе идти уже к другим немножко специалистам. Парню не знаю, ничего бы не поменяло. Всё хорошо. Если вы об этом переживаете, всё хорошо. мой нос мой нос, моя изюминка, спасибо, это прям, я бы сказала, изюмище. Что я хочу скинуть, вот, знаете, мне всегда мама говорит, что как бы я не пыталась похудеть, мою жопу никуда не скинуть. Ну, типа, вы поняли, да, не буду это объяснять. Я бы её скинула. Будь моя воля, я бы её нахуй вот просто убрала, блядь. Ну, не в целом, но хотя бы чуть-чуть. Так, прикиньте ли, живут, ждут детёнка, жждаются прелесть. Но мы не о таких модификациях, как вы говорили, но, да, эта патология связана, она, скорее всего, с образом жизни родителей. Да, это может быть случайность, но всё же обычно такие уродства, будем называть так, связаны именно с родителями, с образом жизни и всё такое. Я на втором курсе. Если тебя поставить в приходе, на твой нос можно вяжать пальто. Да, спасибо, охуительно. Жопа-то куда скинешь. Ну, куда-нибудь, куда-нибудь. Яркие контуры чего? Яркие контуры чего у меня? Ну, вот я в процессе, чтобы полюбить себя такой, какая я есть. Ну, пока знаете, типа, я в правильном направлении. Медленно ползу. Нормально всё. Ну, извините, как бы, давайте не будем о том, о чём я комплексую, как бы, да. ну да, возможно, всё, отстаньте. Здравствуйте, Миша, со странным эффектом на фотографии. Почему всё синее? Это какой-то, типа, тайный месседж? Ладно, я просто не могу не пошутить. Да, кстати, красивый синий. Ничего такой. Ну, бывают лучшие оттенки. Этот сильно светловат и яркий сильно. Ну, кто бы сомневался, что разговоры про жопы всех объединяют, да, но может не про мою, поэтому это хорошо. Не такое, как рандомные цвета у всех. Ну, да, блин, реально. У всех какие-то обычные. Я впервые вижу такой синий в перископе. Красивый, блядь. А, цвет настроения синий. Классно. Как дела? Дела отлично. Третий курс здесь меня ломают бросить это дело. Че? Зачем подтверждать? Умею, без проблем. BMW или какой охранительный оригинальный вопрос? BMW или BMW? Наверное, BMW. Может быть, вы забыли про BMW. часто ли я снимаю трансляции? Пусть тебе кто-нибудь ответит, кто меня чаще всего смотрит. О моем бедре? Что? Каком бедре? почему так много людей с ником, которые 28 в России? Что с тобой? А, возможно, они с одного региона. Типа, в России же есть регионы, да, под номерами, там, в номерах машин, да? Вы поняли меня. Ну, да. А ты хотел уехать, да, засранец? Хуй. Вот такой. А, хорошо. Я не знала, что не 20, ну, типа, не 200, может, 28, 28 просто. забудьте. Просто забудьте мой позор. Я не знаю регионы, я знаю, что у нас, вот, Красноярск 24. Всё. Статья в КР классно. Я тупая, вообще-то. ты не по адресу. Ты хочешь отбить моего парня? Зачем ты спрашиваешь? А, я не по... Спасибо, Антон. От души. От души. Кто-нибудь ещё послушал альбом Вселенная Гомес, потому что я поняла, что люди, которые посмотрели мой эфир, где я о нём говорила, пошли его слушать. Это очень мило. О, Алексей, спасибо. На какие оценки получается учиться? Всегда по-разному. Есть тройки, есть пятёрки. Всегда по-разному. Смотря какой предмет, как бы. а я тут фричу. Классно меня в этом обвинять. Хорошей подготовки, Антон. Можно мне, пожалуйста, чеканные монеты? Мне нужны ваши деньги на нормальный свет в эфирах. Хочу себе круговую лампу. Знаете, что? Просто хочу. я бы смогла краситься с нормальным светом. Эфир снимает с хорошим цветом. Так грустно. Звучит как мечта. чек. Чуть пониже подопущу, потому что я начала сутулиться. Надоело сидеть прямо, а я же сутула собакам. Правда, я говорила об этом пять минут назад, что у меня большой нос пошел нахер отсюда. Сука. Не нужно указывать мне на мои минусы, которые я и без тебя знаю. Понтовщик херов. Вебкамить? Что я могла делать в это время? Спать? Учись? Спасибо, Алексей. В душе. Ладненько. Что, еще поговорим или я пойду? Нужно ли вам здесь еще по этому? Философии по этому еще. Блядь, какая же моя маникюша конченная. сука тупая. Ёбаная тварь. Так, я сейчас кого-нибудь разъявлю. Так, скажи самую любимую книгу. Это сложно. Я уже сто лет ничего не читала прям из серьезного такого. Ну, в школьные годы мне очень нравилась книга герои нашего времени. Я очень любила фантастику читать типа голодных игр. Не знаю. Это сложный вопрос. Ну, хорошо, что тебе на меня приятно смотреть. Так и должно быть. быть. Это так работает. А я-то думаю. Спасибо, что объяснили. с этим даже есть вентилятор. он работает как будто это танк едет. Вот. Ладушки, короче. Давайте закругляться. Отлично логика, конечно, улёт. Блядь, как я ненавижу вот эту вот всю хуйню, когда ты назначаешь человеку время, а человек нахуй относится к тебе как к говну, хотя ты готов платить свои деньги вообще-то. В пизду, блядь, такое отношение. Да, сори, я что-то отвлеклась. Короче, спасибо за эфир. Можете подписаться, можете не подписаться. Там донатики всякие, чекните. Было классненько. Пока сики. донатики. Давай пизду,